Загадочный персонаж Сатоши Накамото может вскоре утереть нос реальным миллиардерам, которые уже привыкли наблюдать себя в первых строчках рейтинга Forbes. В США начала работу крупная критобиржа BitFlyer, а брокера SpotOption сломала регуляторная система. Эти темы мы обсуждаем сегодня. Здравствуйте! Давайте поспекулируем на тему криптобогачей и заглянем в карман отцу биткоина Сатоши Накамото. Уже курс биткоина преодолел очередную рекордную отметку в 11 тысяч долларов. А это значит, что состояние Сатоши Накамото, который, предположительно, опираясь на наиболее распространенное мнение экспертов криптоиндустрии, владеет миллионом биткоинов, в долларовом эквиваленте превысило 11 миллиардов долларов, что, в свою очередь, приближает Сатоши к сотне богатейших людей планеты. А именно, первый майнер обогнал мексиканца Альберто Гонсалеса и поднялся на 120-ю строчку списка Forbes. Более того, внезапное появление десятикратного миллиардера может превратить загадку Сатоши в загадку века, во всяком случае, по степени интереса общественности. Считается, что человека с таким именем вовсе не существует, а Сатоши Накамото – это псевдоним, избранный для определенного лица или группы людей, которыми были подписаны первые научные работы, излагающие суть криптографической валюты, то есть разработавший протокол криптовалюты биткоин. До сих пор наиболее известными претендентами на жизнь Сатоши считались Никсабо, Дарьян Накамото и Крейграйт. Ну и буквально на днях под псевдонимом Сатоши газельщики разглядели никого иного, как Илона Маска, миллиардера и основателя гиганта Тесла. В США официально начала работу представительство крупнейшей криптовалютной биржи Японии Bitflyer. Запуск Bitflyer USA состоялся после того, как департамент финансовых услуг штата Нью-Йорка выдал бирже лицензию, дающую ей право заниматься криптовалютным бизнесом и проводить операции в виртуальной валюте в штате Нью-Йорк. Помимо этого, компания сможет осуществлять деятельность в нескольких десятках других штатов США, а ее новый офис располагается в Сан-Франциско. Изначально биржа предоставит клиентам возможность торговли только биткоинами, однако уже в следующем году она планирует добавить в линейку своих торговых инструментов другие пары и продукты, включая Litecoin, Ethereum и Bitcoin Cash. Комментируя это событие, глава Bitflyer USA выразил надежду на то, что запуск биржи в США поможет удовлетворить высокий интерес институциональных трейдеров страны к рынку виртуальных валют, открыв им доступ к высочайшей ликвидности. Бинарные опционы продолжают уходить в тень. Spot Option в ближайшие месяцы прекращает всю деятельность в Израиле, имеющую отношение к бинарным опционам в рамках своей масштабной рестатуризации бизнеса, на которую компании пришлось пойти за действием регулятора. Параллельно Spot Option продолжит переключаться на другие торговые механизмы. Клиенты компании получили оповещение с просьбой либо закрыть свои счета на соответствующей платформе, либо подписаться на альтернативные торговые услуги, преимущественно контракты на разницу. Платформа продолжит функционировать до конца января, предлагая клиентам только краткосрочные позиции. Недавнее решение компании стало еще одним звеном цепочки действий, совершаемых провайдером финансовых услуг на фоне ужесточения норм регулирования со стороны Израильской комиссии по ценным бумагам. Израильская юрисдикция считается одной из самых жестких в отношении торговли бинарными опционами, ведь этот вид деятельности там полностью запрещен. На сегодня это были все новости индустрии. Благодарим за сотрудничество, редакцию Forex Magnates. До встречи завтра. Субтитры сделал DimaTorzok